Боже мой, знали бы они, да, на что подписываются, когда едут в Китай? Говорила мне мама, оставайся в Китай и не возвращайся в Россию. Почему я её не послушала? Соберись, соберись, надо рассказать про видео про Китай. Всем привет, меня зовут Лиза, я СММ-специалист компании China Campus Network. Да, я тот самый человек, который публикует для вас материалы в социальных сетях, публикует подобного рода видео на ютубе, я тот человек, с которым вы общаетесь в комментариях и личных сообщениях. Это я. Я записываю подобное видео впервые. В этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом пребывания в Китае. Я трижды была в Китае, и все три раза я была на учёбе, дважды я была на летних месячных программах, и один раз я была целый год на языковых курсах. Поэтому я думаю, что вам будет полезно послушать мой опыт, а мне будет приятно поделиться с вами своими впечатлениями о такой прекрасной стране, как Китай. Небольшой дисклеймер. В этом видео я делюсь своим опытом, своими эмоциями и своими впечатлениями о поездке в Китай. Мой опыт может отличаться от опыта других людей, которые были неоднократно или однократно в Китае. Это нормально, опыт у всех разный, поэтому я буду делиться только тем, что я прожила сама, с чем я сталкивалась в жизни и какие впечатления оставил этот опыт. Если вам всё ещё интересно, поехали! Хочу рассказать небольшую предысторию. Впервые с китайским языком, да и с Китаем в целом, я столкнулась, учась в восьмом классе. На базе моей школы предлагались факультативные занятия по иностранным языкам. На минуточку на тот момент я уже учила английский язык, как во многих на тот момент школах со второго класса у меня был английский язык. И в восьмом классе в качестве разнообразия мы с моей одноклассницей решили записаться на факультативные занятия по китайскому языку. Вы спросите меня, зачем? Я вам не могу ответить на этот вопрос. Отдельно я хочу рассказать про обучение в Китае. Каково это учиться в китайском вузе? Я хочу сказать, что мой опыт позволяет мне сравнить две системы образования. Российскую систему образования, поскольку я оканчивала бакалавриат, и сейчас я учусь на магистратуре в России, и я училась на языковых курсах в Китае, поэтому у меня есть что сравнить. Если сравнивать российскую систему образования с китайской системой образования, то можно выделить определенные моменты, которые отличаются друг от друга. Как проходят пары в России? Лично у меня было так. Я приезжала к десяти часам утра на пары, иногда к восьми утра на пары, и у меня в среднем было по две, по три пары в день, иногда бывало такое, что и четыре пары в день, но в любом случае я заканчивала приблизительно в четыре часа, может быть даже в шесть часов вечера. Я училась по субботам, и я никогда не знала на сто процентов, когда закончатся мои пары. То есть иногда бывало такое, что пары отменялись, соответственно, я могла освободиться раньше, или, например, добавляли нам еще какие-то занятия дополнительные, или мы там готовились к какому-либо конкурсу, или еще что-то. В общем, всегда было непонятно, поскольку я закончила. В Китае так не работает. В Китае все четко, все стабильно, все по расписанию. Наши занятия начинались ровно в восемь ноль ноль, и мы учились одна пара, час двадцать. Соответственно, в этот час двадцать, в эти занятия входят пятиминутные перерывы, то есть занятие разбивается на два маленьких отрезка. Мы учились по две пары, иногда по три пары, но мы стабильно заканчивали в час дня. Все. На этом на сегодняшний день пары заканчивались. Мы шли дружно обедать. Когда я училась уже во втором семестре моего годового обучения, нам добавили факультативное занятие, называлось «Чтение новостных статей». Мы отдельно разбирали статьи, лексику, которые используют при написании научных статей, или газет, или, в принципе, какой-то официальный стиль написания материалов. И, соответственно, иногда нам ставили факультативы после обеда. Соответственно, это была либо одна пара, либо их вообще не было. Но чем отличалось обучение в Китае и обучение в России? В Китае я знала, что после обеда у меня ничего нет. Я могу спокойно посвятить свое время обучению, я спокойно могу пойти позаниматься в библиотеку, я могла остаться в общежитии и заниматься дома. В любом случае, я могла четко распланировать свой день. В российском в России такого нет. В России обучение меня заставляло постоянно напрягаться, постоянно думать о том, а во сколько закончу я сегодня. У меня не было какой-то уверенности, конкретики. Я постоянно уставала, потому что очень тяжело воспринимать информацию, особенно когда ты сидишь на последней паре. На последней паре уже вечер, тебе хочется есть, ты хочешь уже отдохнуть, а преподаватель тебе на серьезных выражениях лица рассказывает о какой-то теории. Я думаю, вывод очевиден. А что по поводу еды? Я думаю, вы наверняка слышали о том, что в Китае довольно специфическая еда. Многие говорят, что она очень жирная, кто-то говорит, что она слишком жареная, кто-то говорит, что она слишком острая. В общем, мнений на этот счет очень много, но я спешу вас обрадовать, наверное. Я надеюсь, что я вас обрадую. В Китае можно найти любую еду. На любой вкус, цвет, размер. Выбирайте как хотите, но все возможно. В Китае есть абсолютно все. В обычных студенческих столовых вы можете найти любую еду, которую вы захотите. Тем более с большим количеством иностранных студентов и иностранцев в Китае. Китайцы адаптируют все под иностранных студентов, иностранцев, соответственно, предлагают различные варианты еды. Если говорить про студенческие столовые, то в Китае я лично питалась различными овощами, которые предлагали. Рис, курица, свинина. Можно найти в жареном варианте, можно найти в вареном варианте. То есть вообще без проблем. Мы питались в студенческих столовых. Также была возможность приобрести мультиварку. И в общежитии это есть. Самая большая ошибка, которую совершают люди, когда приезжают в Китай, или только планируют поехать, поехать в Китай, Китай — это сравнение Китая, китайцев с другими странами. Китай — это страна с многовековой историей и богатой культурной традицией. Конечно, Китай не будет похож ни на одну европейскую страну. Поэтому у Китая совершенно уникальный менталитет. Люди там особенные, и их отношение к мировоззрению, к жизни, и вообще их мировоззрение совершенно другое. Они не похожи на европейцев. И тем более они не похожи на российский менталитет. Поэтому Китай — это в любви. Про менталитет я хочу сказать отдельно. Китай — совершенно гостеприимная страна. Они отличаются от других народов. Китайцы очень гостеприимные и дружелюбные по отношению к иностранцам. Они делают все возможное, чтобы мы, как иностранцы, чувствовали себя комфортно, как дома. Да, к сожалению, есть такие нюансы, как воспитание, но это свойственно всем людям. Я не могу сказать, что в России совершенно каждый воспитан на каком-то высоком уровне. Поэтому здесь нужно относиться, как мне кажется, намного проще, к другим людям. Я могу сказать, что точно никто не желает зла. Ни вам, ни вашим детям, если вы собираетесь отправлять своих детей в Китай на учебу, или в принципе вам. Если вы иностранец, если вы потерялись, например, где-нибудь в центре города, в толпе, то вы можете спокойно обратиться к любому человеку, и вам помогут. Даже если вы не знаете китайского на должном уровне, молодое поколение и люди старше 30 лет, 30-40, они все говорят по-английски на каком-либо определенном уровне, и вам все помогут. Так что не стоит бояться, и не нужно строить относительно людей стереотипов. Стереотип — это самая ужасная вещь, которая есть. И я думаю, что в Китае вы с этим столкнетесь, но я вас умоляю. Я говорю вам по собственному опыту, пожалуйста, не ведитесь на стереотипы. В завершении я хочу сказать, что в целом Китай — это уникальная страна со своими культурными традициями, со своими особенностями и в целом менталитетом людей. Она уникальна сама по себе. Она может показаться вам незнакомой и неизведанной, но это только при первом прикосновении. Потому что если вы откроете для себя, откроете свое сердце для Китая и для людей, то Китай ответит вам тем же. Ответит вам добром, ответит вам своим богатым опытом. И я думаю, что Китай станет для вас источником вдохновения. И вы полюбите его так же, как и свое место пребывания. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео, уделили мне времени. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики об уведомлениях. Мы будем радовать вас новыми видео про Китай, про обучение за границей. Если вам интересна какая-то конкретная тема или у вас есть вопрос ко мне, вы можете оставлять их в комментариях. Я обязательно на все отвечу либо под этим же видео, либо новым видео, либо в наших соцсетях. Пока-пока! Продолжение следует...